добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна и это мой канал о вышивке и рукоделии хочу творю а хочу вытворяю сегодня у меня видео будет о покупках некоторые из них подарки покупки и это покупки за декабрь наверное и за январь тоже вот наверное начну таких наборов от пана были покупки сделаны магазине леонардо я заказывала дочери до нового года хотя конечно потом сама попала туда же в леонардо но уже другом городе вот но я сначала заказала заказала вот этот наборчик ей купить но не просто для себя и этот набор заказывала а для нее она как-то осень когда была в екатеринбурге вместе с ним магазин ходили в леонард она увидела этот набор ей очень понравился здесь вышивка на одежде гладью здесь ниточки мужа вытаскивать поэтому они вот так лежат спереди здесь вот такая вот схема в общем мы его раскрыли посмотрели посмотрели и она сказала нет я сама это вот наверное не смогу вышить вот потому что там была очень такая сейчас открою наверно может кто-то не видел так какая там схема мне сказала ладно давай попозже я разберусь как нибудь по моему это она тут идет все по цифрам в таком вот виде так все по цифрам вот в таком виде я не знаю там это как это же не схема такая как кресть когда тут без вообще без описания ничего не поймешь вот как что мне кажется я не знаю мне надо разбираться сама ничего не поняла мне кажется если там на ткани было как-то раз на ткани вот что вот такая вот типа флизелина ткани похоже вот такая вот тут можно сказать схема нарисована мне кажется просто мне не разбиралась на фуку просто указали где чё какие стежки делать не каждого понять не что ли может в процессе вышивания ты это все вникнешь и поймешь тут он целая инструкция вырежи пример например вот да все это вот ну как-то как-то все не так просто как мне оказалось здесь ключ все в общем я что-то себе представляла похоже на набора от dimensians видимо в такой же технике у меня есть там по-другому как-то все до липкой тут такая . не так не так совсем мало они перевязаны вот так все и вот на этом органайзере они все видите перекинул не просто перекину то уже в петельку завязаны с нет металлик есть но сколько здесь цветов 67 цветов да вот такие в общем-то пока мы это отложили вот я не знаю кто то наверное уже вышивал такой пробовал в принципе если вы смотреть на саму картинку вы конечно тут посмотрите все научу сложного ничего да ничего нет ну вот сама схема конечно слишком мудреная вот я как бы сказала слишком мудреная схема надо было чуть попроще как он поднимаешь да там все так раз в этом плане не кажется не показалось там схема легче чем вот в этом наборчике вот и еще один набор от фана был куплен тоже это моих планах на следующий месяц уже этот набор идет надо быстренько его будет вышить вот набор называется на берег варвара артикул с о 1501 а вот этого я не сказала до артикул я его еще не нашла артикул джека 2180 вот еще покажу так вот все что тут написано 3 на 8 в общем называется перо так здесь еще раз повторяю с о 150 1 размер готовой работы здесь 18 с половиной 18 половиной 100 на 100 крестиков но зависимости может быть от основы здесь основа гамма линии до линда она как бы как пишут все многие девочки она не совсем равномерно и при стирке вот она какую-то странную усадку дает и размер меняется не в общем в некоторых оберегах он более квадратный в некоторых оберегах более вытянутый получается более прямоугольный некоторые я уже сколько их вышло пять что ли вот сейчас даже не помню сколько я вышел ну вот от я не знаю чего меняется тут 23 цвета мулины два цвета бисера и дизайнер наталья васильева все остатки какие у меня были от тех оберегов я собрала не дочери отдала на этот план схем остались больше ничего нет вот я его не открывал там на есть какой-то бисер еще написано 20 в общем ну как обычно здесь наверно сказать золотистый и красный бисер идет мне такой целый пачка такого бисера красного красивого перламутра вот так в общем не буду я на этом сильно останавливаться все это знают все эти обереги знают видели вот а еще один наборчик я все-таки решила приобрести тоже в конце декабря это случилось на незадолго до нового года потому что я уже получала в новогодние праздники этот набор заказывала в группе у аннушки его сейчас покажу потом буду рассказать вот чтобы как бы было что перед глазами да этот набор я его все знаете когда даже не знала перевыпуске будет он не будет даже мыслях и мечтах не было да все хотела его тоже приобрести найти его не было уже в продажах знаете он считался снятым с производства в общем купить было сложно мне хотелось к своей рождественской деревне именно почему-то этот наборчик еще там несколько некоторые тоже мне нравятся ну что-то их так в одной серии все видела вот и я как-то у кого-то не знаю где это я уже услышал увидела девушка в общем другой какой-то набор по моему может этот носок такой же такой носок продается рождественский да мы поняли какой точно такой же то только там по моему вот этих домиков нет но вот по-моему она его все-таки вышивала и говорила что написала скорее всего это вконтакте был что схема есть а вот здесь вот если не так останется и хватит там дошить вот ну и я тоже так подумала наверное так как скорее всего но когда-нибудь сделаю да пока не торопилась и покупать этот носок вот и тут как раз случился перевыпуск а когда при перевыпуск случился я уже вышивала рождественскую деревню подумала зачем мне вот еще один такой же похожий набор что-то вдруг уже я его не записывалась на перевыпуск не покупала и вот уже когда вышла я эту деревеньку посмотрела готовую работу у кого-то там как раз тоже вышла готовы посмотрела готовую работу я все и мне понравилось мне показалось что вот здесь даже тоже сверкающие пайетки на на есть нету я в набор открывала нет никаких там пайеток сейчас пока это пайетки у меня кстати лежат я его вскрывала от рождественской деревни сюда положил потому что хочу их сюда и пришить вот когда буду вышивать когда буду вышивать не знаю вот но схема я по моему тоже посмотрел да тут тоже полукрестом идет все так же как рождественской деревне из этого не хотела но там что-то как-то показалось мне попроще не знаю сейчас вот не помню до этого смотрела все вот артикул от набор 86 89 размер 38 на 27 я миллиметр не указываю вам и здесь 16 а и да идет grey то есть серая не дав грей вот но нитки как нитки да такие вот они естественно синий коричневый зиму изображают обычно не только белыми цветами синими с разных оттенков и даже серыми вот ну в общем решилась я его купить все таки думал потом пожалею пожалею думаю не купила и вот а так не знаю когда буду вышивать но он лежит у меня пусть лежит мне нравится этот сюжет такой рождественская ночь уже здесь то там был закат ехали в церковь теперь уже возвращаются а может даже не возвращаются из церкви ну чудо в рождестве скорее всего они куда-то за елкой ездили в лес потому что везут елку здесь уже здесь на ночь перед рождеством какая-то из них из этих ночей вот так что у меня теперь есть пара к рождественской деревне а также к этому наборчику вот такая серия так следующие мои покупочки были сделаны уже после нового года это были это была поездка уже город магнитогорск мы поехали с мужем как раз мне до этого начала писать дочь что в леонардо хорошие скидки на многие из наборов dimensions начались там такие которые залежала и старые у которых упаковка давно треснула в общем на них с хорошим хорошая скидка я посмотрел по наличию тот набор который я хотела а там его не было значит я думаю ладно что не другое себе возьму и один набор я купила от dimensions давно давно как бы я его хотела и боялась покажу почему и что это за набор в общем вот этот набор коты и возле камина по-моему так он называется вот так это тоже по это так этот набор так это артикул 72 12 007 это набор вышивается на гобеленовой сетке размером 4 с измеримом размеру 14 каунта в общем не дал здесь написано чит нанесен к сетка нанесенная и размер 35 на 30 сантиметров вот почему я всегда я давно хотела но вот это вот гобеленовая сетка что он на гобелене у меня всегда останавливал а здесь уже ну цена у него около 1700 1600 с чем-то он был не вышел не с моей даже скидка несмотря на то что там на него была скидка 1800 с чем-то чтобы у меня еще 8 процентная скидка да и еще мне дополнительная скидка было да нет ну тут леонардо так если есть скидка если у вас есть карта леонардо все равно вам тоже будет скидкой дополнительно вот так этот набор 14 года 0808 14 вот почему решилась все с таким почему потому что я поискала как раз уже когда ну на думал что я его куплю я поискала схему схему pdf и в саге и в нитках dmc правда я нашла и иногда находишь схему а там бывать нитки dmc и нитки джипи коллз то есть вот эти вот которые на набор входят номера есть да к сожалению в этой схеме не было так были только нитки dmc в общем сага все схема вышивка рукоделье да называется группа на альбом у них называется dimensions в контакте и вот там есть эти карты есть схема и отшив девушки нитками на дмс и скорее всего нас вышивала крестиком по канве вот и я подумала куплю к я этот набор вернее посмотрю этот набор нитки ли там шерсть если шерсть я и брать не буду подумала я хотя подумала все равно возьму а почему так решила потому что раз есть схема в крестиках да то почему бы не слышать вам ну когда-нибудь в будущем и и крестик возможно сейчас я вот с вами тоже вскрою этот набор почему потому что многие я знаю не покупают не видят я у меня есть наборы в габелине так два их по моему всего я не помню я их вскрывал не вскрывала даже вот в общем этот я вскрыла когда приехала домой естественно он в двойной упаковке был вот эту упаковку сверху на нем была заклеена упаковка и там вот такое количество не так потому что все это хоть и 14 каунт вот она сетка габелина он такой небольшой размерчик кажется небольшой 30 на 36 все и вот она посмотрите нанесенка так мне сейчас все видно а конечно то я уберу сейчас попробую как-то вам показать так сейчас настроим камеру так почему не фокусируется перестал вот посмотрите как есть получается не всегда что ли вот попадает как бы клеточка в клеточку как-то скошено немного вот есть но наверное потому что это сетка же не крестики возможно когда ты начнешь вышивать ты все вот ну как бы мозг твой адаптируется ты все это поймешь как это делается на соленого у кого хорошо на youtube вышивает надо ее видео поизучать может быть все-таки получится и габелину я думала ты шью на габи габи веном да и пусть будет подушка из этого хотя может понравится и в общем вот я в таких размышлениях схемы здесь конечно я прям посмотрел вот такая схема вот она вся схема я показываю так ну а что сегодня у нас с камерой то я показываю вам для тех кто не видел еще эти наборы габелина какая здесь схема вот я не знаю вот неужели вот димыша смогли бы тоже сделать схем как улака из да хотя там конечно стране белый указ но все равно там схема дает как в крестиках тогда тебе вот понятнее как вышивать просто считаешь эти клеточки как на иди да и на схеме эти клеточки совмещаешь их там все в голове и все и получается нормально здесь бы было легче тут посчитал тут посчитала так все посчитала все получилось бы как надо вот такой вот у меня теперь наборчик есть так вот что у меня есть вышивается кстати да в шесть нитей в 6 сложений здесь вышивает столько не так здесь вот вот целая куча тут тут но конечно если крестиком вышить на иди 16 каунта просто в 2 нити она что так девушка которая смотрела отшив она так и вышивала просто 2 нити крестом также как и по схеме которые у меня и в саге в pdf она просто просто крестом вышивается ничего там у крестов ничего нету положила так ключ кстати ключ не показала здесь же ключ тоже есть сейчас покажу две иголочки тут есть и ключ здесь хоть две иглы одну я здесь уронил только что куда-то не знаю 22 наверное 22 размер иглы здесь скорее всего 28 или 18 не знаю почему мне сегодня не хочет фокусироваться а вот она вторая игла для бэка и для критин для полукрестика скажем так и здесь вот такой ключ ключик вот такой вот это я все показываю еще раз говорю для тех кто не видел еще состав таких наборов в общем взяла себе такой наборчик решила все таки ну по такой цене взять этот набор я знаю что он как-то дороже идет намного да и теперь у меня конечно можно сказать целая коллекция целая коллекция смотрите таких как ну как вот без них с одной стороны вот как без них то из этих котов они как-то прям всех так вместе смотрится хорошо так еще какие-то порой коты есть у меня есть от наблюдатели да вообще имею ввиду к этой серии я не знаю производители на просто на алиэкспресс к этой серии по моему все есть что-то на алиэкспресс часто встречается потому что я их так не видела уже нигде нам совершенно давно сняты производства тут коты спящие возле швейной машинки еще какие то есть еще какие то же там что-то свеж со швейной машин вот они уже я только видел их на алиэкспресс таких вот наборов уже вообще не видел вот такая мне пополнилась коллекция такими замечательными спящими катами совершенно за прекрасную прекрасную целую я думаю такой набор дела так и еще один набор там же я купил я хоть я там хотел еще несколько бы взять но бюджет не резиновые же в конце концов можно было еще взять такие наборчики были довольно таки по прекрасной цене вообще вот ладно будет возможность еще в общем я давно хотела купить вот этот набор в леонардо здесь я вот видите проклеила его уже скотч потому что он здесь лопнув он лопнув он висел я не знаю сколько там лет уже он тоже 14 года здесь написано где-то было их не помню тоже по сто раз наклейки переклеивали в общем он 14 года производства вот написано вот 14 11 14 14 я уже сколько приезжаю все он висит и висит я знаю что этот набор сняв с производства элегантность востока называется он артикул этого набора 3795 поэтому я все думала брать мне его не брать как приеду посмотрю все это опять он просто последний раз он был по 2 300 летом когда на него смотрел я уже вот ехала там на сайте его как бы обозначен был что его нет думаю нет ладно чушь теперь приехал смотрю он там висит себе дальше ждет видно меня понимаете ждал потому что я посмотрела цену в этот раз но просто она не 1618 он не обошелся этот наборчик это gold серия понимаете поскольку представляете вот насколько снизили цену вот поначалу он по моему был когда-то там около 3 что ли сейчас не помню ну как его не взять когда у меня есть вот такой самурай я его конечно покупала к самим драгоценностям востока но почему бы еще и эту не докупить тем более увидела готовы такой вышел готовую вышел такую работу мне очень понравилось как она смотрится красивые и тут аида идет здесь так 18 каунт там тут все заклеено не видно но и и так фишно 18 вот такие ниточки и размер готовой работы 30 на 46 сантиметров но здесь не полный зашив идет так ему не вскрывал по мне тут вы даже видите это бирочка довольно таки хотя не полно зашивку но он такой плотный довольно таки наборчик здесь не так так очень что очень много вот так что у меня теперь вот такая парочка будет их мы их вот как раз вот я не знаю хотел в этот в этом году включить его но потом забыла совсем дом ладно и так много всего на планировала можно их так повесить можно вот так их повесить отвернуть друг от друга повернулись друг другу да вот такой теперь мне есть набор теперь он не будет один в магазине скучать он будет у меня со всеми вместе в моей коллекции лежать и ждать своего как все любят говорить часа так а еще хотела в леонардо купить дополнительные файлы у меня здесь как вот такие вот такие я покупала леонардом в екатеринбурге когда было файлы чуть для момент файл по-моему для нумизматики что ли называть и не помню сейчас как они называются я хотела купить такие же но но немножко вот они по моему по две полосочки вот так в три ряда шли у меня остались просто так как деньги кусочки ткани немножко побольшего размера чем вот эти окошечки я хотел под них купить к сожалению забыла мне что-то не знаю магнитогорск они были нет вот и я забыла купить органайзеры картонные хотела взять и бобинки в общем записывать надо записывать записывать сейчас вот вам показала еще раз файлы такие вообще на сайте надо смотреть на сайте у них сначала наличие в каких магазинах вашем городе они есть то я дочери заказывал в екатеринбурге снова на сайте есть у них там нету я не знаю почему так не отмечено что ли у них или консультанты не знали есть у них нет ли она спрашивал других магазинах не в том которому мы там не было а я сама забыла в общем надо записывать смотреть может на сайте что-то откладывать а потом уже либо сделать заказ потом его приехать и забрать мне кажется так проще уже будет из мелочевки я имею ввиду да то что покрупнее можно уже конечно купить так ну я не забыла купить кое-что еще что намеревалась это были вот такие вот деревяшки мышки здесь у меня они лежат с другой оперы конечно это я тоже покупала специально для своих поделок эти мышки сегодня набрала и до нового года покупала его такого кота еще нашелся код у меня еще есть сейчас покажу вот эта мышка начале видео была такая и вот такие вот такая в общем набрала для поделок так ну это еще вот еще вот такие у меня есть короче мышиный двор лишь бы только такие и водились у нас хотя у нас есть люсинатор мы называем нашу кошку люсинатор вот мышей ловит но лучше такие только и водились так все от темы отступила очень этом купила вот таких вот деревяшек это у меня так вот это по моему у меня было тоже это браслеты вообще вот этот браслет у меня тоже был они все разные я купила в этот раз вот этот еще браслет называется деревянная заготовка браслет размер d6 с половиной артикул dm 046 так опять фокусироваться не хочется так вот они разные заготовки цены у них немножко отличаются вот это по моему за 100 с чем-то я взяла на этом скидка еще есть раз леонард он дешевле обошелся вот этот пошире этот по уже поменьше а этот узенький совсем вот взяла вот еще один но мне нужно так потом я покупала вот такую пуговицу называется на пуговица артикул dm 47 9 сантиметров она идет диаметре большая такая толстая у еще одна такая же была других там по моему нету пуговиц леонардо таких так дальше у меня и была такая катушка вот видите я уже тут начинаем соображать что с ней сделать так это другой вот такую еще катушку вот эти катушки еще купила там пять с половиной четыре сантиметра артикул dm 40 048 они вот эти вот деревянные заготовки я купила для своих поделок какие поделки что я буду вам расскажу вам в следующем видео а также еще дополнение купила вот такие панно называется деревянные заготовки артикул vd 515 15 на 20 сантиметров вот это по но вот она такой тоненькой с фанер фанерная и еще чуть побольше тоже панно vd 513 11 на 22 сантиметра ну они для разных изделий идут вот то что вам в голову пришло то что можно то и можно сделать можно хоть знаете мне кажется захотеть и пинки на них оформить я не люблю как бы вот такие штуки пинки по что как отдельное что-то такое вешать да а вот именно если вот так деревяшку оформить вот сейчас такая мне идея пришла было бы на на что-то такое небольшое интересное здесь дырочку просверлил или сзади что-то приклеил вот вам и идея для оформления но я взяла для других целей конечно не для этого но вообще там там разных таких всяких штук есть толще толще они тоньше формы разные цены разные эти в районе старую около 100 рублей отдала за них не помню сейчас точно я чапала выкинула куда-то что ли уже в общем не дороже 100 рублей я не тем более со скидкой получились вот я их купила вообще вот хоть и фанера это но я вот все равно люблю такие штучки фанерные деревянные вот эти вот деревяшки обожаю в общем в каком-нибудь из следующих видео как я все это сделаю я вам покажу что я из этого сделаю и все расскажу вам для чего мне вот эти мыши эти заготовки деревянные в общем ждите следующих последующих видео с результатами моей деятельности также я купила лейку хотела стояла большую я вообще с намерением ехал побольше купить лейку но вот когда я покупала я уже стояла соображала значит и думаю это та большая будет я для полочки своей все еще оформление ищу да то думаю вдруг большая будет место много занимать будет в общем решила эту купить я вот у меня есть вот такая поменьше она видите она без носика маленькая это с носиком уже идет и еще меньше у меня было я ее использовал естественно по ценам они разные я использовала тут для тапиаре по ценам они разные это уже в районе 300 по моему рублей было то побольше район 400 ну не знаю если мне это на полке не понравится я все еще собираюсь полку надо вот как-то время как будет у меня на феврале только скорее всего не раньше покрашу у меня просто все решала каким цветом не это сделать все таки решил нам полочка вот мне коричневая и под цвет мебели и вот буду оформлять всякими такими штуками еще мне хочется какой-то пиаре на теперь собирать материал сделать для этой полки в общем ну вот такая для кого-то может покажу заготовки такие леонарда есть разные ведра как они кувшинчики называются еще есть вот такие винтажные такие леечки старые были когда-то наших мам бабушек вот не знаю буду я ее красить или нет можно в синий зеленый цвет покрасить за декупажите все красиво будет в общем ну такая штука для моих следующих идей так еще я покупала сейчас достала все это еще я покупала вернее не я я как-то познакомилась при при странных обстоятельствах в общем то долго долгая история с девушкой оказался она из нашего города здесь 50 километров от меня живет вот и мы там иногда с ней списываемся и вот она мне как написала не хочу ли я вот такие деревянные штучки так сейчас я настрою хорошенько здесь значит написано готовая работа новый процесс процесс вышивки хэнд мэй сделан с любовью мое имя фамилия и ручная работа тоже моя вот вот такие штуки это еще было и полный бри наверное в общем они в общем декабре и они пришли она передала моей маме я пока у мамы забрала это уже наконец декабря был и вот я вот даже фотографировал которые свои работы снимаю я забываю вообще про них зачем заказывал вот надо я их наконец-то донесла до своей комнаты у меня все в коробочке лежали на буфете и вот я наконец сюда их принесла теперь надеюсь буду здесь фотографировать под рукой будут вот такие штуки девушку зовут по моему который заказывали татьяна россия не сама заказывает что-то даже знаете не не спросила где в каком я посмотрел страницу девушки у ней там не сказано что у нее группа есть девушка которая заказывала их она сказала что в личные сообщения и писала вот так что если кому интересная пишите я скину ее координаты в общем вот недорого мне это обошлось 250 рублей вот за это я отдала там плюс почта мы пополам платили вот такие штуки приобрела маленькие тоже фанерные не я думаю конечно не побольше будут почему-то моих представлениях но не такие вот такого размерчика вот так что следующие фотографии надеюсь будут у меня уже с этими бирочками так еще у меня были было много заказов на алиэкспресс вот я сегодня хотела на почту зайти но не зашла не знаю пришли нет но я уже все таки срок вышел я подала уже вернее открыла спор хотела ножнички уже вторые я не получаю к сожалению но вот эти вот до меня дошли все таки вот такие цапельки черного цвета цена на них было 130 рублей не стоили всего лишь единственное вот нам что дошли до из тех дешевых ножничек которая заказывала это они и они я заказ делала в одном магазине вот сразу несколько товаров там три штуки вот и все они у меня шли целых три месяца три месяца я ждала вот ну вот подойти ножнички на настил заказ это для большой ведьмы для маленькой буду вышивать феечек вот эти ножнички буду брать так ну в общем это были ножнички потом еще я заказала такой резачок на палец в этом же магазине для дорожных процессов когда едешь в машине очень неудобно доставать из сумочки эти ножницы класть их там некуда да если я езжу то зимой например вообще неудобно в одежде там сидишь в машине особенно когда дальняя дорога в такси но и правда но уж много не ездил вот ну в общем заказала чтобы были под рукой как в дороге не знаю как насколько это удобно я потом как-нибудь вам расскажу так ну и еще в этом же магазине заказала эти стразики тогда под процесс 1 потому что в шелковой нитей не могла найти вот этот трэжерс вот так это тоже вот так он получается почему там перевернулся номер 12 05 его не было я все ждала ждала теперь заказала вот эти стразики опять их ждала ждала три месяца третий месяц это уже было на начало нового года сижу за зашла я на сок на шелковой нить или делала до заказ и думаю и смотрю он появился этот трэжерс вот на этот процесс под эту схему здесь вот у девушки вот тут вот вшивается этот трэжерс и в общем смотрю он есть наличие наконец-то и никому не нужен даже было то я прошлый раз не успела даже заказ закрыть как его не стал прям буквально даже час и какой час там течение 20 минут просто расхватали когда мне пришло уведомление вот потом я долго ждала и наконец вот он появился вот по размеру они подходят друг другу единственную по цвету по цвету конечно он такой желтоватый и вот под ее зеленое платье будет красиво нам подходить и вот но эти пригодятся куда-нибудь может так продолжаем что нибудь дальше с вами творить так еще раз воды под этот процесс заказывала бисер наверно уж не будут пока потому что я там накосячила хорошо не посмотрела толком ключ заказала казалось я мало заказала бисера под этот и под фею августа тоже в общем буду заказывать я вот и потом когда они когда начнут этот процесс и придут под него ниточки а ниточки тоже у аннушки заказала вот скоро придут я хотел все вместе показать но так получилось что в общем так получилось вот и поэтому а ниточки заказывала рояль поэтому покажу потом я все вместе уже ниточка единственное еще что я заказывала покажу в шелковой нити вот это я тоже в леонардо докупала этот бисер потому что считала что этого в наличии не было я за да сейчас еще покажу что с алиэкспресс пришло я заказала 5 бисер опять неправильно накосячила тут тоже да да заказывать буду тем более там не было еще черного мелкого наличия синего мелкого наличия сейчас есть надо сделать до заказ вот и под этот процесс я выбирала выбирала здесь рекомендуется молочный пермин молочный шоколад то есть 95 по моему цвета 94 в общем у меня то отрез есть его под другой процесс только 28 каунта но я так посмотрела молочный шоколад он ну такой коричневый да представляете какой молочный шоколад и я подумала что пермин 32 каунта мол на молочную молочного цвета я на нем наверное на вышивать замучаюсь и вот глядя на превью да я думаю почему молочный шоколад здесь фото так передала передает что ли но она везде где смотрел везде вот такой фон у никакой я хотела взять знаете какой то какой пермин сначала может думаю янтарь пойдет вот как у ангела любви у нее же тоже синий у него что же синий платье такое и ниточки вот эти синие они на этом на интерн цвете хорошо смотрятся вот может думаю его но потом вот я свои кусочки то рассматривала в образцы смотрю есть мурана 32 каунта 721 цвет сейчас я достану разверну это вот я заказ делал до нового года вот такой вот красивущий посмотрите как он даже на камере видно вот как он переливается красивый такой во первых цвет он на 779 похож но с перламутром такой красивый перламутр здесь как вот украине есть же блендик блендинг филамент вот такой вот красивый мне нравится и вот он прям под превью я думаю я смотрю думаю если вот на превью такой цвет и выше то это феечка то значит на этом цвете он тоже будет красивым тем более будет красивая феечка на таком мурана будет смотреться красивым я думаю и недавно мне но я искала все таки думаю сколько же нужно конкретно здесь включение указано же ничего сколько нужно там вся посмотрела везде если фотографии с бисером есть там ничего не видать сколько его надо я набрала на английском фея августа и меня закинула знаете на фостюб и там девушка еще в шестнадцатом году она вышивала тоже эту фею и представляете я не знаю что на за ткань потому что английский то я не знаю толком но вот она была такого же цвета с таким же перламутром может быть у нее мураном был откуда я знаю вот она вышивала на такой ткани и был красиво получилось мне понравилось вот там а количество бисера так и ни у кого не нашла там походила даже молодой человек вышивал эту фею у него вам другой какой-то цвет но тоже светлый не молочный шоколад я не видел на молочном шоколаде почему-то нигде не знаю почему продается вот погуляла по флостюбу посмотрел так и не нашла состав и сколько надо общем ладно я вот еще на и до заказ в общем на алиэкспресс я еще заказывала потому что опять здесь идет трэжерс вот сюда вшивается сердечко его в наличии уже несколько месяцев от след в листе ожиданий лежит нету и нашла на алиэкспресс вот эти сердечки они есть каждый там по цветам можно взять а я взяла микс думаю зачем мне там одного цвета фиолетовый друг не еще каких нужны будут тут есть черное сердечко и вот такое вот фиолетовое ну да стоит копейки через 30 40 рублей не помню даже эти здесь сколько 10 штук их вот и этот по моему фиолетовое сердечко тоже три месяца шли по моему нет я в ноябре заказывал поменьше вот сюда под там подойдет вот сюда как раз к этому перышку по цвету там какой-то идет зелено-черный что ли этот трэжерс но по размеру вроде подходит пусть такой будет наверное ждать отслеживать и если он там появится один же я не буду опять заказывать одно сердечко до пизо переструк 300 рублей платить вот поэтому пусть будет так ну бисером короче еще дубе разберусь ткань мне нравится здесь устраивает мест с тканью вполне себе да в общем здесь я как бы заказом была довольна кроме как с бисером со своим пролетела и вот последний у меня заказ две ткани ну здесь тоже я опять о чем думала не помню в общем когда я совещалась сама собой видимо какая-то вторая половина вам не спала на совещании и я посовещавшись подобрав ткань по куску по своим образцам решил что мне пойдет цвет кашелл 28 аккаунта 52 но видимо когда я заказ делала проснул старая половина другая уснула видите как получается тогда и заказал 53 цвет я не знаю почему зачем это делать все перед новым годом было может просто предновогодняя эйфория и заказал опять не ту ткани у меня ткань просто вот которую я уже для сумочки отложила чтобы шить да она именно вот тот 52 цвет подходит а это темнее получается очень ладно я так сильно не расстроюсь потому что эта ткань я уже принципе предполагаю на что пойдет всегда нужно будет вот да закажу ту но все равно бисер заказать еще заказала вот такую линду двадцать седьмого каунта 526 цвет вот он такой голубоватого оттенка если вот этот сюжет вышить на нем будет красиво смотреться тоже я так считаю может быть конечно на сером бы как мне писали будет лучше все таки смотреться глубину создаст но я не хочу на аиде вышивать просто-напросто именно потому что это сюда же сужить потому что этот сюжет пойдет на сумочку может быть на этом вышью маки те которые в пару идут клеймать сама тоже тоже чудесные ну пока вот просто взяла для того чтобы вот ну а этот придется перезаказать уже хотя я вот уже хотела начинать надо ну вот так бывает дурная голова никому покой не дает и себе тоже в том числе вот и еще я говорила что мне вот брат мужа подарил вот такие штуки их надо они я пока просто представила это панели поролоновые их надо для того чтобы как бы сказать звук не рассеивался по комнате до во время съемок и их надо будет наклеить наверное на фанеру на dvp на клею и так как у меня здесь в комнате их негде приспособить я их буду ставить во время снимки убирать потом потому что мне здесь их как бы комната желая и мне здесь как бы негде на стены клеить вот такая штукенция мне теперь есть еще сейчас опустила я свой новый новый штатив купила все-таки наконец-то высокий я могу его вот так мы сейчас опускаю да вот видите на руках будет вниз закручивать и также можно вот так вверх сделать до полутора сантиметров в общем то идет у меня здесь подъем вот такой мне нужен был штатив более профессиональный такой устойчивый здесь снизу у него есть крючок ну так как я на нем снимаю вам показать его не могу как-нибудь из каких-нибудь видео может быть удастся его показать в общем рабочий инструмент себе такой приобрела вот сейчас покажу вам покупку швейную машинку свою которая тоже купила до нового года наконец я давно говорил что хочу но недавно в декабре да у меня так созрела то что идея желание купить уже новую машинку потому что с этой 100 на этой старой уже шить было невозможно так хочу показать вам свою большую покупку на прошлый год может не самую большую ну просто большую покупку для рукоделя в прошлом году в конце года я себе решила купить швейную машинку новую потому что старая моя уже совсем раскололась скажем так старой корыто вот там у меня была brother rs 260 она была полностью автомат с кнопочками все кнопочками тыкаешь выбираешь я до сих пор сейчас я все здесь пытаюсь тыкать да там был горизонтальный челнок пластиковый и как я поняла уже слушаем обзоры на швейной машинке лен мастер я смотрела папа швей что те машинки ну имеет такое свойство года года на 3 хватает и потом у них разнашивается там устройство вот это вот внутри который стоит потому что он там прикреплен у нас саморезы я углубляться не буду в объяснение этого всего да вот и потом она начала пробивать у меня вот это вот шпулька держатель который там был пластиковый и у меня их уже нам штук пять как я меняла где-то с года с десятого да нету машинку по году седьмом в общем она мне и так уже 12 лет в принципе она шьет но вот эта вот проблема она остается и толстой ткани она не брала уже никакие только тонкие ткани только выборочные ниточки там ей надо было капризничала в общем я решил что пора менять машинку мне уже и стала смотреть хотел сначала абы какую купить лишь бы там шила и все потом зингер думаю например дешевый куплю потом нет стала все-таки слушать отзывы читать зингер не самая хорошая машинка давно она никакой в германии не производится как выяснилось где-то в бразилии она производилась и раньше вот сейчас вообще неизвестных китай по моему я не стала брать такую потому что мне нужно чтобы я получал удовольствие отшить я не мотала себе нервы здесь что послужило выбором железный корпус просто вот по послушала я папа швей канал и вот он показывал разбирал ее всю все технические свойства эта машинка производилась она вообще производство ее по ум я сейчас если не ошибаюсь тайвань твой тайланд тут написано отпечатан в таиланде в общем производство таиланд но производится именно на японской фирме и производился вот вот этот вот это именно машинка для самих японцев ну вот как рассказывал этот папа швейна и там внутри железный корпус она тяжеленькая и поэтому я все-таки остановил у меня был либо эту либо значит еще одну машинку швейна и остановил сутки на этой челнок здесь обычный горизонтальный горизонтальный так сейчас я вот так открывается немножко все еще так отвыкла от всего этого уже вот такой челнок обычный горизонтальный специально такую хотела чтобы был здесь по моему горизонтальные горизонтальные вертикальные есть вертикальные челноки качающиеся и есть ротационный здесь по образом ротационный стоит я не буду сейчас вам все это рассказывать все отличие все такое почему это если хотите в интернете все можно найти чем что отличается вот мне теперь важно что не не будет проблем с этим челноком вот берет она толстые ткани все это мне нравится покупала я эту машинку вот самое интересное вот как я ее покупала я покупала ее в итоге в dns купила потому что я стала искать она была такая только в наличии в москве в москве подешевле на стоило но доставка плюс да если даже с деком бы мне доставили там конечно он тоже ну получилось то на то и вышло бы вот наличие их магазине не в dns я хотела в корпорации центр купить не там не там не было почему выбрал dns девочки потому что в корпорации центр я значит зашла посмотрела доставка 23 дня написано у них на сайте что в течение там не два-три дня 37 дней вот чтоб не ошибиться я значит закинул в корзину оформляю заказ все но какой-то момент и остановился и думал да ну не буду я платить сразу я заплачу при получении лучше мало ли что мне надо будет посмотреть ее когда она придет так ведь и потом значит когда все это оформила хоп мне выходит там окно 28 28 что-то я такая еще подумал декабря почему-то найти не рассмотрела даже ну ладно 28 декабря это ладно и потом не тут звонок через полчаса нам как был с корпорации центр и там не говорят доставка будет 28 января игру какого и какого какого числа не 28 января а это было значит где-то 21 22 декабря я говорю а вы что их с японии я так насти переспросила и вернее сначала спросила а почему так долго это из удаленного склада я говорю из японии что ли везете уже знаете начало я говорю может я потому что не заплатила сразу поэтому такая долгая доставка нет сейчас же праздники праздничные дни говорю позвольте 21 декабря еще какие праздничные дни еще там 10 дней почти есть до праздничных дней так ведь потом в праздничные дни все равно все наши магазины работают и все равно во многих там на я знаю бывает это вам других магазинах доставки тоже может пусть там 10 дней до плюс еще за то что там новогодние дни ну ну не ну не больше же месяца доставка то я сказал нет я не желаю столько ждать максимум прошлый раз мы заказывали у них телевизор по-моему две-три недели ждали я не помню мне не к спеху было телевизор как-то но здесь уже я что-то задумался а что за доставка такая больше месяца швейную машину с какого удаленного склада то день вот такую доставку видели вообще больше месяца чтобы вам везли в общем я отказалась думаю хорошо что не заплатила тут ждала по возврат бы еще до пошла в днс у них тоже написано 37 дней я заказала у них 21 22 по моему уже заказала и 26 мне уже все ее доставили то есть 22 23 24 25 5 дней доставка было вот поэтому я выбрал днс да мне да мне было чуть подороже там я могла бы купить отпаривать или швейную машинку где-то на 1000 нам дешевле с промокодом да машинка мне вы вышла 80 чем-то там тут почти десять тысяч ну зато мы не доставили ее быстро в течение пяти дней вот это меня устроил конечно вот так что имейте ввиду я для чего рассказываю имейте ввиду если в корпорации центр через интернет заказывайте я вот обычно последнее время так делаю такие товары заказываю что через интернет так проще заказал пришел даже если оплатил пришел забрал и все уже в общем то выбирать уже ничего не надо вот там у них вот я даже оператор сказал почему у вас на сайте указано что в доставка в течение трех семи дней у вас так указано вы как бы получается обманываете клиент потому что я уже узнаю после того как я оформляю заказ так не должно быть вообще и причем доставка если я оплатила она должна быть в течение тридцати дней по закону о правах потребителя они больше там месяца вот ну вот то что я вам хотел рассказать об этом здесь еще в комплект в комплект и я не знаю комплект нет не положили вот такой подарок здесь иголочки ну резачки так себе скажу ножницы не самый там скажем лучше но реже то ладно здесь прищепочки надо их забрать для вышивки в принципе пригодятся иглы швейный для макой приятный бонус был тут у меня ну и как обычно здесь также идет книжка инструкция все у меня не было только чехла но это не проблема я сошью чехол и какую-нибудь вышивку придумаю впоследствии там да ну все вот в общем это все будет вот что у меня появилась еще в прошлом году надеюсь я буду сейчас буду шить на ней еще я уже сшила несколько чехлов вот пробовала и сейчас продолжу что вот такой наборчик лапки для швейной машинки иглы орган между прочим тут вложены и шкульные копать на шпульки резать и вспарывать или вот эта лапка она лапка для пришивания автомат петли для того что делать петлю автомат вернее правильно сказать вот у меня когда я бразер покупала бразер своим больше 12 12 лет назад да у меня там полный комплект этих лапок шоу там гораздо больше их было вот и вот такая лапка для пришивания молнии она идет там посредине такая штучка то есть двух сторон можно и пришивать в ту молнию не переворачивая с этой лапкой приходится делать но у меня еще есть лапка для потайной застежки молнии в принципе все подходят под эту машинку швейную еще днс можно заказать вот такие иглы орган они да они есть в рукодельных но они там дороже там они дешевле 280 рублей не две вот эти пачки обошлись джинс и стретч иглы вот делая такие иглы у нас в рукодельном одна пачка и было орган стоит 280 в районе вот эти 280 рублей вот поэтому я там и заказала вот эти штуки поэтому я там и заказала эти иглы и теперь очень надо будет все таки еще такие простые до заказать как-нибудь вот еще аннушка кладет вот такие подарочки вот это яблочко у ней так и написано ваннушки это я куп покупал перед новым годом магазин в семейном магните мне нравятся такие штучки деревянные да и из них изделия разные красивая штука не так и оставил пока висеть здесь его вот эти я повесила так что их не снимешь поэтому показываю завязал просто и все и еще да вот вот еще покупочка была у меня была марте такая штука как бы вот так подальше показать чтобы видно было вот повесила на крючок забыл как они называются эти крючки в общем я на алиэкспресс покупала есть леонардо они вот повесила такое саше купила в голомарте всякую мелочевку складывать сюда повесила и вот такой еще подарочек был от аннушки с новым годом я не буду снимать пусть так висит вот эта мышка двадцатый год да здесь для того перфорации для вышивки я ничего не вышивала на ней мешок схемы нет я не знаю ну тут любом можно она просто серый вышить с красным сердечком и все будет время с ним можно завязала совсем и выше а то опустили ну или пусть так вот висит мне нравится вот в общем вот такие еще мелочевки и подарки от аннушки и покупочка вот такая была саши для мелочи в принципе шить ее труда никакого нет не составит особо этом слиз слишком тут такой страшной выкройки нет чтобы его бояться шить я подобное шил когда там для своих детей маленьких они только были вернее когда они родились дам для пеленок распашонок вешали мы такую штуку побольше конечно она была чтоб все было под рукой там размер побольше и выкройка немножко другая вот просто кому интересно можете себе такую штуку штукенцию приобрести для мелочевки да и не только под рукоделие вообще можно ванны еще не повесить так по моему мыс в этой мишу мышу ли все показали рассказали в общем все что я показала все что купила в этом вернее за два месяца так да конечно были еще заказа да но это кое-что придет феврале может кто кое-что что дойдет с алиэкспресс наконец-таки покажу потом уже попозже ну и ниточки рояль вам тоже роял они называются рояль по моему и я вам покажу тоже попозже какие не расскажу по качеству даже сама не знаю узнать это где я не знаю пока нигде не видела у кого они есть вот поэтому расскажу вам потом попозже об этом но на этом все спасибо всем за внимание спасибо за комментарии лайки продолжайте писать только хорошие комментарии а тех кто еле досмотрел это видео вам медаль вот на этом все встретимся с вами в следующем видео всем пока пока